Повышение качества поиска данных с позиции доказательной медицины. Докладчик Михаил Валерьевич Камалов, Санкт-Петербург. Добрый день, дамы и господа. Я хотел бы представить данную разработку. Она основана при поддержке Санкт-Петербургского университета и Первого Павловского медицинского университета. Для начала я хотел бы представить список в Ассаре такой Keywords, который необходим мне будет дальше при представлении данной работы. Такой мэппинг терминов медицинских на использованных в данном проекте. Собственно, изначально наша цель ставилась разработка поисковой системы, основанной, позволяющей ранжировать медицинские исследования по уровню доказательности. Я так думаю, что тут часть можно пропустить. Постановка задачи. На данный момент, на самом деле, существует достаточно много поисковых систем, ну, стандартно, как PubMed, как Rain. Но данные поисковые системы есть один маленький недостаток. В частности, поиск осуществляется непосредственно по Keywords и частоте встречания в тексте. Там не используются даже такие стандартные метрики, как TF-ID. Для этого нами было решено разработать собственную поисковую систему. В качестве ресурсов мы использовали базу данных Midline с 2006 года по 2013. Это было 2 миллиона аннотаций. Собственно, дополнительно, так как аннотации были представлены без каких-либо пометок, а для обучения нам необходимо было как-то разметить эту аннотацию, мы использовали ресурс Clinical Trials. Первой задачей мы ставили, в первую очередь, это разметка наших аннотаций по типам медицинских вмешательств для дальнейшей классификации, соотношение, содержит ли аннотация медицинского вмешательства, либо нет. Чтобы к следующему этапу перейти к классификации по уровням доказательности. Непосредственно это таблица, которую мы использовали в качестве нашего ранжирования. То есть мы учимся сначала классифицировать аннотации на содержащие и не содержащие медицинские вмешательства. Далее мы классифицируем их по уровням доказательности на содержащую рандомизацию, не содержащую рандомизацию и какой тип ослепления они также содержат. Ну и естественно мы выявляем мета-анализы, так как в данной таблице мета-анализ является самый первый уровень доказательности. Собственно это наши этапы разработки. Первый этап разработка веб-кроллера, который нам позволял разметить наши 2 миллиона аннотаций, основываясь на данных, которые проиндексированы в Clinical Trails. Второе, мы выбирали самый быстрый и качественный логаритм классификации и третье, это был выбор алгоритма иерархической классификации для задачи разметки и выявления по уровню доказательности абстрактов. Ну и последний элемент, это излечение названий лекарственных препаратов из аннотаций. Собственно после разметки наших данных 2 миллионов по Clinical Trials мы получили такую вот выборку по Medical Interventions и Observational, по типам медицинских вмешательств. Проблема заключалась в том, что не все аннотации, которые мы обладали на тот момент, они были проиндексированы в Clinical Trials. И нам приходилось работать с вот этой выборкой, чтобы построить модель, обучиться и научить наших классификаторов. Это коротко, это линейные классификаторы, они работают очень быстро. Здесь приведена библиотека. Вот, собственно мы их рассматривали. Самый лучший результат у нас, то есть здесь мы приводим F-меру, оценки классификаторов на выявлении каждого класса. При оценке F-меры нам дают самый лучший результат линейный SVM. При ранжировании, то есть здесь у нас уже рассматривается, насколько качественно мы микро и макро рекол каждого классификатора при мультиклассификации. То есть мы рассматриваем, пытаемся разбить все классы по типам. То есть мы аннотацию к какому-то определенному по типу хотим соотнести. То есть мы делаем не бинарную классификацию, а мультиклассификацию. И опять здесь получается нас выигрывает линейный SVM. Это доказательство полученных результатов. То есть средняя точность по выборке 70%. F-мера микро и макро оценки у нас были проведены. Ну и параметры, которые необходимы для настройки таких хороших результатов. Следующий вариант, который мы хотели улучшить качество классификации, это посчитать взаимную информацию, то есть какие слова хорошо описывают наши классы. Проблема в том, что все классы, они очень тесно связаны. Использовать взаимную информацию достаточно проблематично в этом случае. Поэтому мы остановились на этом этапе и перешли к задаче иерархической классификации. В первую очередь мы производим разделение по аннотациям, содержащим, не содержащим, собственно, медицинские вмешательства, то есть intervention observable, и мета-анализы. То есть мета-анализы, они нужны для преранжирования. Они у нас будут всегда занимать первую строчку в уровне доказательности. Далее мы рассматриваем исследования, которые приезжают к intervention, и также начинаем их классифицировать на раннобизированные и неранобизированные. И в итоге приводим к последнему этапу, ищем, содержится в этих исследованиях ослепление, либо нет. Это полученные результаты, собственно, оценки на каждом уровне. То есть мы научились с качеством, с точностью precision recall 95-93% выявлять intervention, 42-51% intervention. Здесь проблема в незабалансированности выборки, сейчас она решается. Мета-анализ у нас очень хорошо выявляется 95-93%, потому что в основном, если исследования содержат мета-анализ, то как минимум в title и в abstract обязательно будет об этом упоминаться. Это как очень хороший признак для выявления мета-анализа. Рандомизация и неранобизационные исследования, они вот так же дали нам хороший результат. Мы их научились извлекать с точностью 85-81%. И непосредственно single blind и виды ослепления получены такие в среднем хорошие результаты. Иерархическая классификация по сравнению с мультиклассификацией в данном случае, она дает более лучший результат, так как мы можем сбалансировать наши выборки на раномизированные и нераномизированные, и при этом получить хорошие оценки на каждом уровне. Дальше мы их объединяем, и в итоге у нас получается более точная классификация. Следующим этапом у нас было извлечение фактов. То есть мы задачу ставили научиться извлекать название лекарства препарата из текста. Для этого мы строили грамматические деревья. Вот, собственно, на данном слайде приведем пример. То есть здесь препарат синий танк. И как можно по грамматике, какие признаки выбрать для того, чтобы добраться для этого препарата. Собственно, результаты полученные, использован был алгоритм KRF и KRF с модификацией. Самые лучшие результаты при тренинг-сете 1658 токенов был достигнут 60 и 70%. Также у нас были проведены сравнения существующих на данный момент поисковых систем. В частности, подмет, то есть плюсы и минусы этих поисковых систем. Плюсы подмена заключаются в том, что, очень большой плюс, что она имеет полный доступ к медлайну. Это очень хорошо, очень замечательно. Потому что мы работаем с эпториками. Во-вторых, у них есть дополнительные возможности формирования, там, advance queries. Можно дополнительные запросы, стратегии запросов формировать. Но что на данный момент нет в подмете, это как раз нет ранжирования исследований по доказательности и нет системы grade применения к исследованию. Это первое. Также есть поисковая система MIDI. Также, ну, она более улучшена в плане, там добавлен семантический поиск, то есть это такой маппинг на Google. Также при процессе запросов, опять же, ограничения в минусах, как бы, ограничения к доступу к медлайну, потому что у них там обновление происходит раз в полгода. И второе ограничение, также у них нет никакого ранжирования, по-моему, доказательности и по grade критериям. И последнее поисковая система, которую мы рассматривали, это trip. Также в плюсах это семантический поиск и расширенные настройки поисковой системы. А в минусах, так же, как и в медиа, это ограничение доступа и отсутствие ранжирования по критериям grade. Ну, и также по уровням доказательности там нет ранжирования. Далее мы, как бы, протестировали существующие опять системы с нашей поисковой системой, отправили ряд запросов и рассмотрели запросы в подмеди, в кохрейне и вот в нашей системе. Я хочу заранее сказать, почему такие данные получились. То есть, может быть, они так могут кого-то насторожить. Во-первых, у нас ограниченная коллекция была, и чтобы получить данные в соответствии с нашей коллекцией, чтобы можно было результаты сопоставить, мы ограничили, так как у нас с 2006 по 2013, мы на поиск в подмеди, в кохрейне делали ограничения с 2006 по 2013, плюс мы искали исследования с мета-анализом и клинические исследования совместно. Запросы содержали следующие препараты, лечение, гриппа. Собственно, в чем преимущество? Ну, то есть, если вы отранжируете, вы получите вот такие результаты, что выводит наша система? Помимо… ну, вот здесь приведен пример по запросу МОНТ-1, но на самом деле просто в нашей выборке оказалось больше результатов, ответов по этому запросу. Мы привели результаты. Аранжирует он их следующим способом. Он приводит препараты, приводит название исследования, описание и уровень. То есть в данном случае у нас выявились исследования в основном левел 1B. И также он умеет их классифицировать от Randomized Double Blind, Randomized Open Label и Randomized Open Label. Результаты. В результате мы на данный момент умеем выполнять иерархическую классификацию по уровню доказательств. Мы можем абстракты классифицировать по всем подтипам, по всем уровням. Далее мы можем делать классификацию по типам медицинских исследований, то есть drugs, surgery, такого образа, по типам. Это как одно из наших решений. И еще одно из результатов, которое мы получили, это излечение фактов о лекарственных препаратах. Что дальше мы, собственно, планируем выполнить? Первое. Мы планируем выполнить, все-таки улучшить качество нашей иерархической классификации и запустить вот эти все результаты, чтобы оценить нашу большую коллекцию. Это первая, самая главная цель. И вторая, не менее важная для нас цель, это перейти, научиться ранжировать исследования не только по уровню доказательности, но также использовать систему grade для дополнительной оценки. Реон, документ. Благодарю за внимание. Большое спасибо.